Городская власть провоцирует очередное гражданское столкновение. Вопреки обещаниям, которые чиновники давали инвесторам жилищного комплекса «Золотой берег», земельный участок собираются отдать другому застройщику. Проект решения сессии рассматривала комиссия горсовета по вопросам землеустройства и земельных отношений. Спровоцированная мэрией конфликтная ситуация едва не завершилась кровавым побоищем. На заседание земельной комиссии пригласили представителей двух групп инвесторов жилищного комплекса «Золотой берег». Одни совершенно справедливо требуют достроить дома за первоначальную цену или вернуть деньги. Другие поверили новому застройщику и согласились доплатить по нескольку тысяч долларов, хотя гарантии завершения строительства нет. Теперь бывшие товарищи по несчастью оказались по разные стороны баррикад. Те, кто готов достроить дома любой ценой, организовали пикет в поддержку городской власти. Настроены они были крайне агрессивно. Перегородили вход в мэрию и не подпустили противоположную группу даже к дверям. Подгородились вот так вот. Еще один показатель сегодняшней городской власти, наплевавшей на интересы людей. И это все происходит два года. Мы против того, что была передана земля до тех пор, пока не будут учтены интересы и права тех инвесторов, в том числе, которые не согласны с действиями кооператива, никакого отношения к нам не имеющих, до тех пор, пока не будет прогарантировано два вопроса. Первое, что люди получат квартиры. Второе, что дом достроится с коммуникациями в полноценном варианте. Конфликт не перерос в массовую драку только потому, что появилась полиция. Но и тут пришлось еще больше часа спорить с муниципальной охраной. На заседание комиссии недовольных инвесторов пригласили. А пускать в зал почему-то не торопились. Наконец, представители противоположающих сторон были приглашены. Их поставили перед фактом. Решение комиссии уже было вынесено. Все необходимые подписи есть, юристы подписали. На сегодняшний день есть все основания. Не то, что основания. Мы обязаны отвезти в собственных помещений землю. Это обязывает нас и законодательство, в том числе земельный год. Горсовет, который с самого начала должен был отвечать за выполнение договора застройщиком, фактически стал на сторону бизнеса и той части инвесторов, которая приняла новые условия. Неудовлетворенная таким исходом сторона потребовала помощи у представителей ГАСКО, прокуратуры, полиции и депутатов. Совместное совещание прошло сразу же после заседания комиссии. Ожидания инвесторов оказались напрасными. Все участники встречи только развели руками. Путь один. Недовольны? Подавайте в суд. А это фактически бесконечная и бессмысленная тяжба. Сегодня нам сказали в открытым текстом, что все свои договора, которые у вас есть на покупку квартир, можете повешать на стенку. Все свободны, потому что есть кооператив морской, каким-то чудом получивший право собственности на объект незавершенного строительства и согласовавший сегодня на депутатской земельной комиссии передачи ему земли в аренду. Других вариантов, кроме как переходить к каким-то более радикальным действиям, у нас нет. И я думаю, что начнется, наверное, или перекрытие дорог, или переход жить во дворы этих депутатов, которые нас оставили без квартир, либо сюда, в здание Одесского горсовета. Сессия горсовета, где должно быть вынесено окончательное решение о передаче в аренду земли под Золотым берегом, состоится 14 июня. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ.